Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь подстроить парус, чтобы доплыть до своей цели. А Игорь Вовчанчин всегда знал, как настроить свои кулаки, чтобы ломать любых бойцов, невзирая на их рост и вес. Приветствую вас, зубодробящие куксы, с вами Федорович. А в этом видео мы насладимся феноменальным турниром, на котором Игорь совершил просто невозможное. Но сначала я скажу про него пару слов. Стремление казаться умным – это величайшая глупость. Но как назвать стремление бойца к победам – решайте сами. Игорь Вовчанчин по прозвищу Хладнокровный – это живая легенда олдскульных боев без правил. Этот тигр родился 8 июня 1973 года в Украине, в Харьковской области, но стал известным на весь мир и остался в памяти миллионов любителей единоборств. Вовчанчин начинал как профессиональный кикбоксер, но потом перешел в ММА, где и стал настоящей звездой. Он дрался во многих топовых организациях того времени, в том числе Кей-1 и Прайд. А бои мог проводить чуть ли не каждый месяц. Невероятным фактом его биографии является тот момент, что в период с 1996 по 2000 года Хладнокровный провел 38 боев без поражений. Всего же на счету этого монстра 67 боев, из которых 56 побед с 41 нокаутом по ММА, а также 63 боя, из которых 61 победа с 48 нокаутом по кикбоксингу. Но вы должны понимать, что Вовчанчин был как матерый муравей среди дерзких хрущей. Ведь выступая в супертяжелом весе, он имел вес всего-то 95 кило. Но самое поразительное, что его рост был всего 174 сантиметра, при том, что противники частенько были под 2 метра. На падающий лепесток Сакуры можно смотреть часами, а про Игоря можно рассказывать сутками. Но сейчас мы перейдем к тому, зачем пришли, а именно к международному турниру International Fighting Championship, который прошел 30 марта 1996 года и представлял из себя классическое гран-при, для победы в котором нужно было одержать 3 победы за один вечер. Добро для одного часто является злом для другого, а в боях так подавно, ведь без проигравшего не может быть победителя. Но для фанов главное, чтобы победителем стал их любимчик. В первом поединке Игорю достался любимчик американской публики, настоящий Кинг-Конг, Годзилла во плоти, Фред Флойд. Этот малыш имел 170 килограмм веса и был базовым борцом, что уже подразумевает гремучую смесь. Но тем интереснее был бой для нас. Маленький кикбоксер против здоровенного слоноподобного борца. Если бы собаки умели говорить, мы бы потеряли последних друзей. Но вот бойцам говорить в клетке не нужно, ведь там все равно друзей нет, есть только соперники. А наше соперничество оказалось по классике жанра. Вовчанчин отсыпал Флойду оплеухи, проверяя его башку на прочность, при этом пытаясь пробить салобетон на пузе. В свою очередь, слоняра постоянно лез в клинч и пытался перевести бой в партер, что ему, кстати, периодически удавалось. Но все-таки на стороне хладнокровного была маленькая деталь, физуха и выносливость, которой, как вы понимаете, здоровенные слонозавры не обладают. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Закон относительности лучше всего проверять в клетке, ведь 10 минут с любовницей пролетают как мгновение, а 10 минут в бою – это целая вечность с косой старухи возле шеи. А наши драконы 13 минут махались и боролись в этом адском круге, пока Фред не сдался, после очередной потери миллиона нейронов вследствие удара по голове. Вот таким тяжелейшим был для Вовчанчина первый бой на этом турнире. Но это было только начало. Делай сегодня то, что другие не хотят. Тогда завтра будешь жить так, как другие не могут. Точно так же и в тренировках. Делая то, от чего другие сдаются, будешь побеждать там, где другие отступают. А когда против тебя стоит такая двухметровая Годзилла, как Пол Вареланс по прозвищу Полярный Медведь, хочется не то что отступить, а просто убегать и плакать. Но Вовчанчин был не хлипкой девчушкой, а не менее пугающим бизоном. Поэтому, несмотря на то, что американец был очень опытным ветераном ММА, который многократно становился финалистом подобных гран-при, он решил не просто принять бой, а рубиться до конца. Как в школе на заднем дворе против старшеклассника. Или утвердишь авторитет, или до конца школы будешь отдавать обеды. Игорь Вовчанчин, и сейчас, Субтитры делал DimaTorzok Но с утра и до вечера А есть секретная тактика Которой всегда придерживался пол Идти вперед, невзирая ни на что И этот бой не стал исключением Медведь сунул на хладнокровного Периодически пытаясь перевести того в партер Или пробить парочку ударов своей лапой Но у Игоря абсолютно не было желания бороться с этим мишкой Поэтому он решил работать вторым номером И всаживать удары на отходе Что по итогу дало результат уже на шестой минуте боя Иногда стремительное движение вперед Это результат мощного пинка сзади А радостная победа Это всегда результат тренировок сквозь слезы И у хладнокровного таких тренировок было немало Как и боев После двух тяжелых поединков с гигантозаврами На которых Вовчанчин потратил в общей сложности почти 20 минут Он вышел в октагон против второго финалиста Мощного 120-килограммового Джона Диксона Который в отличие от Игоря Разделался с каждым из предыдущих противников за 2 минуты То есть был гораздо свежее И имел как запас энергии в третьей чакре Так и запас сала Для получения этой энергии в пузе Я думаю, чтоõи только был из правителей Слез собор в гроб Рот Просicient из гигантазавра Ценщин Гожим Три Субтитры сделал DimaTorzok Американец, в отличие от предыдущих противников Игоря, особо не лез в партель, а тоже решил побоксировать. И нужно сказать, что у него это неплохо получалось, ведь пару раз он довольно жестко попал, а поджимая хладнокровного у сетки, не переводил его на канвас, а пытался пробивать хитрые и незаметные удары. В свою очередь в Овчанщину было тяжело подстроиться под этого бегемота. Он не мог в своей излюбленной манере выбрасывать коряги, так как оппонент тоже хорошо боксировал, поэтому давал акцент на лоу-кики и держал дистанцию, выжидая свой шанс. ДИКСОН Они поняли, что случилось и отчего великий и могучий Диксон отказался продолжать бой, пока не увидели повтор, в котором видно, как Игорь вскользь пробил правым боковым и повредил нос сопернику, что и заставило его отступить. В карьере в Овчанщина было много тяжелых боев против таких вот боевых пельменей, которые превосходили его в росте и весе. Но Хладнокровный всегда принимал вызов счастью и дрался до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, сколько побед за вечер было у вас. Махач в кабаках тоже считается. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и ставьте лайк, жмите колокольчик и ставьте лайк.